Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Виталий Кудрякцев. Я технический консультант компании Оли Информационной Технологии. От лица нашего отдела дистрибуции рады приветствовать вас на нашем Blitz-вебинаре. Тема сегодняшней встречи – это новинка от компании SEH Print Server One. Гибкая и безопасная система печати в любой офисной среде. И в течение вебинара мы познакомимся с новинкой и на практике пробежимся по веб-интерфейсу. Итак, начинаем. Немного о компании. SEH – это немецкая компания, которая в этом году отпраздновала свое 35-летие. Первоочередные задачи состоят в решении вопросов виртуализации USB и сетевой печати. Головной офис расположен в Германии. Также есть представительства по всему миру. Обширная сеть дистрибьюторов и реселлеров. Компания Оли Дистрибуция является представителем компании SEH на российском рынке. В наше время, когда изменения неизбежны, бизнес должен смотреть на шаг вперед, чтобы оставаться конкурентоспособным в своих отраслях. Крупные компании ищут пути централизованного управления печатью из единой консоли. Готовься к постпандемической рабочей среде. И для удовлетворения потребностей рынка и удовлетворения растущих запросов клиентов, SEH Technology разработала свой новый сервер печати под названием Print Server One. Также в актуальном каталоге SEH есть Print Server PS 105. И целевое назначение которого – это устаревшие промышленные печатающие устройства с LPT-портом. Обычно сетевые принтеры предоставляют незащищенный доступ к домашней или корпоративной сети через открытый интернет, что создает угрозу для внутренней инфраструктуры. И с помощью Print Server One вы можете использовать существующий USB-порт на сетевых принтерах и тем самым освободить встроенные печатающие устройства – интерфейс Ethernet, который в дальнейшем можно использовать для передачи полностью зашифрованных данных печати. Также устройство поддерживает передачу данных через защищенный тоннель IPsec. Наличие этой технологии позволяет использовать устройства, например, в отраслях государственного сектора, требующие повышенной безопасности, например, больницы, школы и тому подобное. Также Print Server можно применять и в корпоративном секторе. Кроме того, использование Print Server One позволяет предприятиям создавать второй порт Ethernet на принтере. Через USB – это означает, что внешние компьютеры или удаленные сотрудники могут быть подключены без какой-либо опасности к сети компании. Все процессы печати с удаленного компьютера направляются на принтер в зашифрованном виде, независимо от реальной настройки сети, и обеспечивая при этом защиту данных компаний. Интегрируя все принтеры и многофункциональные устройства через Print Server One в сетевую среду, можно централизованно управлять устройствами вывода на печать для повышения гибкости, например. Это эффективно увеличивает продуктивность сотрудников из-за меньшего количества проблем, связанных с поддержкой печати, а также обеспечивает полный контроль над настройками профилей принтера пользователя. Для повышения удобства мониторинга и управления существует новый инструмент управления сетевыми устройствами под названием всех Product Manager. Он доступен как для Windows, так и macOS устройств. Кроме того, Print Server имеет встроенный веб-интерфейс, который позволяет выполнить мониторинг и администрирование через обычный веб-браузер. Также устройство поддерживает ключевые инструменты управления, такие как Epson NetConfig и многие другие инструменты на основе протокола SNMP. Дополнительные функции, которые поддерживают устройство. ThinPrint – это программная технология. Она обеспечивает сжатие и управление полосой пропускания для сетевой печати, обмен между принтером, принт-сервером и локальным принтером значительно сокращается, а на сети уменьшается нагрузка. Функционал сервера печати позволяет администраторам отслеживать, кто что и где может печатать. Чтобы реализовать это, принт-сервер поддерживает аутентификацию и управление сертификатами, а также защиту IP-сендер. На практике мы увидим, как это работает, которая позволяет администратору доменов публиковать список IP-адресов или подсетей, которым разрешено отправлять информацию на печать. Базовая безопасность на основе сервера печати также включает контроль доступа и защиту паролем, защищая серверы от использования теми, у кого нет доступа. Эти настройки также предотвращают считывание конфигурации сервера печати и информацию о состоянии неавторизованными лицами. И для большей безопасности и конфиденциальности вы можете использовать IP-сек протокол, который обеспечивает контроль целостности данных, шифрование, аутентификацию через IP-сети. Весь этот данный функционал позволяет вам не беспокоиться за сохранность передаваемых данных через общие каналы связи. На данной схеме показана физическая инфраструктура и IP-адресация. Что мы хотим получить в итоге? Мы хотим из USB-принтера сделать сетевой и разрешить печать на нем на определенных ПК. В данном случае это компьютер под управлением Windows и Mac OS. Итак, на этом теоретическая часть заканчивается. И давайте перейдем к практической части, где я покажу, как данный функционал принт-сервера реализовать. Начнем с всех продукт-менеджеров, про которые я говорил в теоретической части. Вот он так выглядит. И в основном он используется для первоначальной настройки принт-сервера. Например, когда вы подключаете устройство к корпоративной сети и не знаете, какой адрес получило устройство. Ну, либо у вас вообще нет DHCP-сервера. И в этом случае устройство получит IP-адрес благодаря технологии ZeroConf. Получит его из сети 169.254. И вот в таком случае продукт-менеджер просто незаменим. То есть он поможет найти устройство и выполнить на нем базовые сетевые настройки. Работает он достаточно просто. Скачивается, устанавливается. Принт-сервер подключается к сети. И нажимаете кнопку Scan. Вот, собственно, он находит вот этот сервер. У нас принт-сервер получил адрес по DHCP. И, соответственно, мы можем уже непосредственно перейти к настройке веб-интерфейса. Заходим через обычный браузер. И вводим, по сути, вот этот вот IP-адрес. Мы попадаем на главную панель управления устройством. Давайте пробежимся по основным настройкам. Здесь страница представлена с основными настройками общими, такими как адрес, версия программного обеспечения, версия hardware обеспечения. Соответственно, вот здесь указано, к какому из USB-портов подключен принтер. Вот мы видим, что у нас подключен принтер к USB 2. Он прекрасно определяется. Устройство также считывает статусы принтера и поддержку языков печати. С помощью протокола Bonjour мы можем разрешить печать на Mac-устройствах. Мы его в дальнейшем настроим. Соответственно, здесь также есть история печати, кто с какого адреса и на какой принтер печатал. Здесь очень удобно анализировать. Здесь вот, собственно, настраивается основная информация. Вот, допустим, поле description. Давайте его настроим. Оно в дальнейшем пригодится нам. То есть оно будет показывать, мы можем указать, где принтер расположен, в каком отделе или названии. И, собственно, чтобы не запутаться в этих принтерах, мы пропишем, где стоит принтер. Сохраним. После сохранения какой-либо настройки принт-сервер перезагружается. Достаточно быстро это происходит. Здесь можно дополнительно делать настройки, то есть включать, подключать языки печати для принтеров. Мы оставим по умолчанию. Соответственно, вот IP-адресация, здесь базовые настройки. Вот благодаря вот этому вот механизму, даже если у вас нет DHCP-сервера, вы можете, устройство само получит, и вы будете иметь к нему доступ. Также поддерживается протокол IP-6. Протокол IP-sec для безопасности, который я рассказывал в теоретической части, настраивается здесь. Протокол Bonjour, давайте его включим, так как мы продемонстрируем печать с Mac-устройства, и он нам в этом пригодится. Сохраняем. Далее, базовые настройки DNS-сервера. И вот это очень интересная функция. Она позволяет как отправлять какую-то статистику администратору, настраиваемую, так и позволяет печатать отправленные письма на принт-сервер. Ну, например, можно со своего личного почтового ящика отправить какое-то письмо с положением и в теме письма указать некую настройку, что мы хотим сделать с этим письмом. Все настройки, которые поддерживают принт-серверы, они представлены в инструкции. И данный принт-сервер пошлет информацию на печать. То есть, собственно, он может распечатать как тело письма, так и вложенный файл. То есть это очень удобная функция. Далее, ThinPrint, про который я рассказывал в теоретической части. принт-сервер поддерживает синхронизацию времени по SNTP-серверам. Также есть уведомления, настройка тонкой уведомлений. И вот protection, что немаловажно в корпоративных сетях. Чтобы наш, допустим, веб-интерфейс не был открыт всем подряд, мы можем установить на него пароль. Давайте это сделаем. Если вы, например, хотите полностью обезопасить себя от каких-то вторжений, вы можете вообще выключить HTTP-интерфейс. То есть делается это с помощью вот этой галочки. Данная настройка, она как раз-таки позволяет нам задавать фильтрацию, то есть кто может печатать на данный принтер. Мы это тоже проверим в дальнейшем. Здесь указывается IP-адреса, кому разрешено и кому не разрешено печатать. Давайте теперь добавим принтер и попробуем на нем что-нибудь распечатать. Принтер добавляется стандартными средствами, ну я показываю относительно на Windows, то есть заходим в панель управления, нажимаем добавить принтер вручную, можно не ждать, и указать принтер вручную через IP-адрес. То есть указываем именно ручные настройки и IP-адрес сервера. вот этот. Нажимаем далее. Происходит поиск драйверов. Если драйверов на ваш принтер не нашлось, вы можете скачать их с официального сайта производителя принтера. Я заранее их скачал. Давайте их установим. Вот вы видите наш принтер успешно добавился. Даже видна его картинка, то есть он действительно так и выглядит. Давайте попробуем что-нибудь напечатать. Да, зайдем в Job, вот увидим, что здесь есть три задания. После печати оно должно появиться четвертым. Вот мы это сейчас и проверим. Нажимаем на печать. Печать пошла. Давайте посмотрим в настройках. пункт пункт протекшн и попробуем Соответственно операция отработалась корректно и сейчас принтер производит печать. После завершения печати мы видим статус completed. Соответственно принтер отрапортовал нам, что он успешно напечатал страницу. Давайте теперь посмотрим пункт протекшн и попробуем настроить ограничение печати. Мой компьютер имеет IP-адрес 105060154. Давайте продемонстрируем. вот 154 я введу 155 и так мы ограничим печать данного компьютера и посмотрим это через Job History. Давайте введем 155 это другой не мой компьютер соответственно теперь так как мы поставили пароль на веб-интерфейс он просит у нас его. Применяются настройки. У нас в данный момент 4 задания. Давайте попробуем еще раз. Нажимаем на печать. Ну вот мы видим я обновляю страницу что никакого статуса нового не добавляется. То есть соответственно функция Protection прекрасно отработала и не позволила мне напечатать. Так теперь давайте продемонстрируем печать с macOS устройств. Сейчас мой коллега расшарит экран и покажет вам печать с macOS устройств. лимон. Спасибо. 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 Так, вот вы видите, что принтер успешно добавил, что на него идет печать. Сейчас мы это посмотрим в джобе. И вот помните, мы добавляли текстовое поле Description. Вот как раз здесь мы можем посмотреть параметры Mac. Они эту функцию также показывают. Так, здесь нам нужно вернуть обратно, чтобы другие пользователи могли печатать. То есть сейчас у меня стояла настройка, что только, собственно, с моего компьютера разрешено печать. Если мы ставим звездочку, то будет разрешена печать со всех устройств. Так, уважаемые коллеги, у меня на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Спасибо. 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 Спасибо.